Русские новости 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 диктанта, есть такая затея для добровольного испытания в грамотности, которая охватывает всю страну, по какой-то нелепости выбран фрагмент произведения некой Дины Рубиной, а не русского писателя-классика. Юрий Кутузов призвал на митинге к тому, чтобы для подобных испытаний все-таки не использовали текст израильской писательницы. Рубина действительно не относится к русским классикам и к русским писателям. Она родом из Узбекистана и состоит в союзе русскоязычных писателя Израиля. Проживает в Израиле, хотя и пишет по-русски. За констатацию факта 25 тысяч рублей штрафа, еще 200 часов обязательных работ. Добавление к штрафу на совести судьи Буленко. Как мы видим, планируется дальнейшее закручивание гаек. Проект нового кодекса об административных правонарушениях, который опубликован на сайте Госдумы, предполагает возможность запрета на посещение митингов и шествий гражданами, имеющими административные взыскания за нарушения во время массовых акций. Проект внесен депутатами от Единой России Дмитрием Вяткиным и Владимиром Плигиным, а также депутатом от Справедливой России Александром Агеевым. Пока русским пинки оскорбления нелепые приговоры и народцам славы и доходы. Президент России Владимир Путин наградил своего помощника Владислава Суркова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденами Александра Невского. Сурков получил награду за заслуги в обеспечении деятельности администрации президента и многолетнюю безупречную государственную службу, а Жириновский был награжден за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Напомним, что орден учрежден Петром I как воинская награда. Всего до революции вручено около 3,5 тысяч наград. При этом за все войны с Наполеоном было пожаловано всего лишь 48 орденов. Во время Великой Отечественной войны этот орден предназначался для награждения командного состава Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи. Многие награжденные этим орденом около 20 тысяч человек пали в бою, поэтому он встречается среди ветеранских наград очень редко. В 2010 году по воле Путина награда стала общегражданской и теперь ее вручают отпетым подонкам вроде Суркова и Жириновского. Также всех возмутило награждение сынка Игоря Сечина, Ивана Сечина, который за продолжительную, невероятно тяжелую службу награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Эта награда вручена 25-летнему парню, который еще в своей жизни вообще ничего не сделал, но видимо так принято. Чем подлее человек, тем быстрее его начинают награждать, тем более высокие награды оказываются в его копилке. Для того, чтобы прославить подонков и унизить русских людей, средства массовой информации отдаются не русским людям. В частности появилась информация об армянском лобби в средствах массовой информации. Например, аномально значительное представительство в СМИ имеет армянская диаспора. Некто Симонян, глава Rush Today. Некто Акопов возглавляет А-Медиа. Руководитель Балтийской медиагруппы, это 100 ТВ, Радио Балтика, Био, Балтийское информационное агентство, газета Смена и Невское время, частично Пятый канал. Теперь все это под руководством Рома Шотовича Габрелянова, который уже управляет также известными РСН и Лайф Ньюз. Русских средств массовой информации как не было, так и нет, что однозначно свидетельствует о геноциде русского народа, который осуществляется всей этой правящей группировкой при поддержке инородцев. Новости из Новороссии нас беспокоят все больше и больше, потому что война продолжается, гибнут мирные жители под обстрелами группировки, которая захватила власть в Киеве. Мы иногда перестаем воспринимать все прочие новости, потому что все увлечены новостями из Новороссии, для некоторых это уже превратилось в повседневное шоу. Возобновление войны массовых жертв среди мирного населения, что еще может быть более существенным? Важным является вмешательство в спор славян между собой постороннего элемента, который рад убивать русских, воюя хоть по туп, хоть по эту сторону фронта. Присутствие чеченских боевиков в Новороссии дискредитирует ополчение, а также создает атмосферу бандитского произвола. Одним из актов такого произвола является похищение чеченскими бандитами народного губернатора Донецка Павла Губарева. Это похищение было насильственным и едва не закончилось кровопролитием. Поводом была какая-то публикация, в которой Губарев представлялся автором обвинения Рамзана Кавдырова в терактах в Чечне. Банда численностью 12-13 человек нейтрализовала охрану Губарева и взла его в неизвестном направлении. К счастью, эти тупицы готовы были понять, что такое фейк, проще говоря, утка, ложь, опубликованная посторонним лицом от имени кого-то другого. Не менее бандитскими методами действует руководство Луганской Народной Республики, образовавшееся в результате фиктивных выборов с помощью кремлевской группировки. Оно отдало приказ о ликвидации казачьего подразделения Рим. Напомним, что фиктивным главой ЛНР Плотенским создана банда для уничтожения ополченцев, не желающих участвовать в его изменнических действиях, и она уже уничтожила Бетмана со товарищей и разоружила Одессу. Казачья гвардия не собирается сдаваться изменникам и их наемникам, наверняка тесно связанным с кремлевскими спецслужбами. Также очень странным является гибель мэра Первомайска Евгения Ищенко и трех волонтеров, которые были рядом с ними. Гибель странная, потому что она произошла вовсе не от обстрела, а от того, что какая-то диверсионная группа проникла в город и убила мэра. По-прежнему остаются неясны обстоятельства этого события. Деталей никто не сообщает, что тоже наводит на мысли, наводит на подозрения. К успехам ополчения можно отнести полное уничтожение группировки порошенковских формирований в районе Донецкого аэропорта и освобождение населенного пункта Пески. Наступление на Мариуполь власти ДНР пока не подтверждают. Отметим, какие бы ни были успехи, если они будут использованы российской олигархией, то все успехи обернутся горем для русского народа. На сегодня мы можем поддержать только ополченцев Новороссии и добровольцев из России и других стран, но только не власть, ставшую марионетками в руках кремлевских русофобов. Теперь о русофобии. В российской власти ненависть ко всему русскому – это норма. В связи с этим мы видим крайнюю вялую реакцию и на зарубежную русофобию. Глава польского МИДа отвечает на вопрос о приглашении в Освенцев президента России Владимира Путина на 70-летнюю годовщину освобождения концлагеря Красной Армии 27 января 1945 года. Сказал, что это украинский фронт, первый украинский фронт, и украинцы освобождали концлагерь в Освенциме. Там были украинские солдаты, и в тот январский день они открывали ворота лагеря, и они освобождали лагерь. Чем ответил глава МИД Лавров? Да ничем. Заявление польского министра о том, что Освенцевым освобождали украинцы, я даже не могу это комментировать. Освенцев освобождала Красная Армия, там были русские украинцы, чеченцы, грузины, татары. Пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кончуственно и цинично. Идиотизм про националистические чувства – это обычный рефрен в выступлениях должностных лиц путинской администрации, путинских чиновников. Но здесь мы отметим, что как-то вот без чеченцев, а зачастую и евреев, в перечислении народов России, Российской Федерации, теперь уже невозможно. Но о польскому тупице надо было бы ответить так. Европу Освенцев освобождала русская армия. Не только потому, что в ней подавляющее большинство были русские по рождению, но и потому, что все без исключения в Красной Армии в ту пору были русскими солдатами, а не какими-то другими. Ранее в интервью телеканала во время своего официального визита в Берлин украинский премьер Арсений Яценюк заявил о вторжении СССР на территорию Украины и Германии. Москва запросила официальную позицию Берлина. Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер попросил журналистов адресовать вопросы по поводу скандального высказания премьера ему самому. Запрос России остался без ответа. Настолько низко ценится теперь авторитет России в европейских странах. И только чешский президент Милош Земан осудил Яценюка, назовав его слова попыткой переписать историю Второй мировой войны. Мы же назовем Яценюка просто психом. Это не просто кретин, это психически больной человек. И его слушать не надо. Психическое расстройство у него на лице написано. А вот с германскими друзьями Владимира Путина, конечно, надо разбираться. Власти Российской Федерации являются спонсорами русофобии и в самой России всячески провоцируя этнический бандитизм, направленный против русских. В минеральных водах Григориан и Тавмасян, представители армянской диаспоры, зарезали Дмитрия Сидоренко, с которым у них возник конфликт из-за берега Ратибор, который носил Сидоренко. Сидоренко, военнослужащие войск специального назначения, и чтобы с ним справиться, эти два выродка призвали на подмогу несколько десятков армянских бандитов. Сейчас господа Григориан и Тавмасян объявлены в розыск. Это все, что могут сделать русофобские власти Минвод, вместо того, чтобы уничтожить всю эту банду, что необходимо было сделать давным-давно. Сигнал ведь к тому, что эта банда существует и будет продолжать свои преступные деяния, уже был в сентябре 2014 года. 70 армян в тех же минеральных водах забили насмерть русского Анатолия Ларионова. Власти ничего не сделали, абсолютно ничего. Часть из чиновников были отправлены в отставку, но потом вернулись на свои посты. И сегодня творят русофобию с той же интенсивностью, как и раньше. Армянская диаспора оказалась пронизанной криминальными нравами. Все это происходит на фоне трагедии в армянском Гюмри, где русский солдат якобы расстрелял целую армянскую семью в семь человек. Информация об этом подается не критически. Никаких мотивов преступления не сообщается. Это вообще не свойственно русскому человеку столь жестокие, зверские преступления. Такое впечатление, что кому-то нужно было инспирировать это абсурдное преступление. И президент Российской Федерации еще до всяких разбирательств дважды извинился за убийство армянской семьи. А начальник следственного комитета самолично отправился руководить следственными действиями. Кто будет разбираться в повторном акте массового этнического бандитизма в минводах? Очередной русофоб, который вновь не заметит этнической составляющей в этом коллективном зверстве. В минводах проводятся и будут активизироваться протестные действия. И нам, русским людям, еще не раз придется солидаризироваться с теми, кого власть будет подавлять, лишая его права защищаться от этнобандитов. Следите за новостями из минвод. Требуйте снятие всего руководства полиции регионального и местного уровня, отстранения от власти губернатора и мэра, которые являются соучастниками не только этого, но и многих других преступлений геноцида русского народа. В русофобе у нас спонсируется и в сфере культуры. Кому как не Министерству культуры было финансировать русофобский фильм «Левиафан», который получил сейчас широкую известность за счет того, что русофобы стали раскручивать его как за рубежом, так и на территории нашей страны, публикуя разного рода восторженные отклики об этом фильме. При этом фильм представил Россию как самое гнусное место на Земле, где общаются только матом, где пьют, не просыхая, где нет ни одного вменяемого элементарно порядочного человека, а на захваченной преступниками Земле строят непременно православный храм. Как оказывается, именно архиерия является тем самым «Левиафаном», который удушил все правовые основы существования в нашей стране. Это, конечно, ложь, но данный фильм еще и глубокая бездарность. В нем нет ни сюжета, ни игры актеров, сплошной депрессивный синдром автора, который при поддержке Министерства культуры он перенес на всю страну. Почему-то волей Минкульта позволено выводить на экраны фильм, оскверняющий прежде всего русский язык, при том, что ненормативная лексика была совсем недавно запрещена к употреблению в средствах массовой информации специальным законом. Здесь же грязная ругань становится протестом против самого существования России. Из-за права поганить русский язык теперь выступает придворная челядь, которая написала письмо премьеру Медведеву о том, что вся эта грязь должна быть разрешена, если она оправдана режиссерским замыслом. У всей этой поганья она будет оправдана всегда, ибо их мозг так устроен, там нет русского языка, а только блатной суржик. Вот подписанты Никита Михалков, Карен Шахназаров, Сергей Мирошниченко, Федор Бондарчук, Владимир Хатиненко, Олег Табаков. В упомянутом русофобском фильме есть только одна правда – указание на глубочайший кризис не только в государстве, но и в церкви. Мы это знаем и без автора русофобского фильма, но не всегда имеем мужество в этом признаться. Вот пример для переживания этого кризиса. В Москве объявлена программа строительства двухсот храмов. Курирует эту программу патентованный вор, прикидывающийся православным еврей Владимир Ресин, который при Лужкове многие годы возглавлял строительный комплекс в Москве. А это самая коррупционно емкая часть городского хозяйства. И поскольку этот человек не знает ни законов божьих, ни законов человеческих, он и подошел к делу так, что противопоставил православных всем остальным москвичам, каждый раз организуя скандалы по поводу мест застройки. На Руси храмы никогда не строились абы как. Места выбирались не случайно. Они были связаны с какими-либо чудесами или судьбами святых людей. Теперь Москву пытаются застроить храмами, как в свое время пятиэтажками. На сегодняшний день в рамках программы построено 22 храма, открыто 80 храмов часовен, и еще 28 храмов находятся на стадии строительства. Всего на Русскую Православную Церковь оформлено 143 земельных участка, и еще 40 участков оформляется. О духовной жизни в новых приходах отчитываются, как в свое время отчитывались комсомольские работники. При храме в Ванине создан молодежный лагерь. На Ходынке занимаются спортом. Работают детские футбольные клубы и проводятся соревнования. В Строгине при храме создан досуговообразовательный центр, где поют и учатся ездить верхом. Кажется, о вере в Московской Патриархии при участии господина Ресина давно уже забыли. Православные храмы, которые лепят где попало, становятся просто местом досуга. Пока Патриархия усиленно распугивает паству, мусульмане активно ее собирают. Но тоже не ради духовной жизни. В Чечне бандит и убийца Рамзан Кадыров, приятель президента Путина, провел массовую акцию якобы из любви к пророку Мухаммеду, а также против карикатур, оскверняющих память о пророке. На самом деле многотысячный митинг проводился для того, чтобы запугать Россию. Кадыров заявил, что собрал 800 тысяч человек, хотя в Грозном проживает около 200 тысяч. Реальная численность митинга была не более 100 тысяч. И ради его проведения был объявлен выходной, и согнаны все служащие, школьники, студенты, связиные из окрестных территорий, все, кого удалось застать дома или поймать на улице. Митинг лишь на словах был мирным. Реально же это была демонстрация силы. Скопление чеченцев демонстрировало русским, что существует сплоченное антирусское меньшинство, и оно будет возвыжаться над русскими и употреблять на создание своих бандформирований то, что будет отнимать у всей остальной России, растаскивая госбюджет. Напомним, что Чечня ничего не производит. Это дотационный регион. Средства на создание на месте полностью разрушенного в результате войны города новой бандитской столицы взяты из российского бюджета, а также из карманов предпринимателей, которых по всей стране позволено ракетировать чеченским преступным группировкам. И это тоже говорит о государственной русофобии в Кремле. Варьё, конечно, состоит вовсе не из одних чеченцев. В любом народе есть свои герои и свои уроды. Но почему-то интернационалу уродов дано грабить страну под защитой так называемой правоохранительной системы. Вот еще один пример воровской операции, которая считается в Кремле совершенно законной. Правительство решает создать оператора, который будет собирать деньги с большегрузных машин по всей стране, потому что дальнобойщики разбивают дороги, которые нужно после них ремонтировать и восстанавливать. Создается дочка госкорпорации Ростехнологии. Ей без конкурсов передается право собирать деньги из дальнобойщиков, а сын Аркадия Ротенберга приобретает 25% и теперь будет получать доходы со всех федеральных трасс. Напомним, что воровской закон Ротенберга, который предполагает компенсацию за счет бюджета того ущерба, который может получить изобличенный воровстве вор, если за рубежом правоохранительная система реквизирует ее собственность или активы. Приятель Путина Аркадий Ротенберг лоббировал этот закон, обеспокоившись судьбой своей виллы в Италии с прилегающим участком в 200 гектар. Теперь его сыну подогнали бизнес от кормочную делянку за счет дальнобойщиков. Может быть, он тоже прикупит себе дачку, откуда будет руководить воровством в далекой и совершенно чуждой ему России. Помимо космических масштабов воровства, правящая власть еще и лжет самым беззастечимым образом. И давно уже пора сказать себе, ни одному слову этих людей верить нельзя. Вообще ни одному. Если глава Центробанка Набиулина поднимает насмех тех, кто переводит свои накопления в инвалюту, то рубль непременно рухнет. Если глава Минфина Силуанов объявляет, что с Нового года рубль будет укрепляться, то он тут же падает в цене. Ни одному в слову верить нельзя. На этот раз речь про цены. Парламентарии раскритиковали правительство РФ за неэффективность принимаемых мер по сдерживанию цен на продукты жизненной необходимости. Но что же им делать, если не критиковать правительство? Как-то ведь надо снять с себя ответственность за антиконституционные законы и поток законодательного идиотизма. Вот теперь глава думских единороссов Владимир Абдуалевич Васильев, которому мозг отказывает уже давно, и я был свидетелем тому в 2006 году при обсуждении законов по миграции. Пафосно объявляет, недопустимо, когда участники рынка, прикрываясь обстоятельствами экономической ситуации, другими высокими словами, взвинчивают стоимость услуг и товаров, дабы ловить рыбку в мутной воде, получая сверхприбыль. Ну как недопустимо, если сам Васильев это допустил, и из этой мутной воды получает свой статус и свои доходы. Очень даже допустимо. Для него это допустимо, вне всякого сомнения, нам просто морочат голову, имитируя защиту наших прав. В порядке обмена лживыми словоизвержениями ему ответил вице-премьер Аркадий Дворкович, такой новый киндер-сюрприз во властных коридорах. Правительство, сказал он, разбирается с каждым конкретным случаем необоснованного роста цен в каждом конкретном регионе. Ну это, конечно, ложь. При этом, со слов вице-премьера, рост цен на продукты питания, лекарства и услуги может продолжаться так, как для этого есть объективные предпосылки. Еще одно вранье. Правительство договорилось со Сбербанком и Россельхозбанком, что кредиты для селян будут не выше 27%, всего на 10% выше ставки Центробанка. То есть 10% наживы банковской системы уже заложено в политике Центробанка. Дополнительно обещают еще 15% субсидий. Итого, по арифметическим подсчетам шахматиста Дворковича, селяне будут платить лишь 10% годовых по кредитам. Куда делись еще 2% он не сказал. Может быть, правительство заложило эти проценты для откатов, но это вряд ли, потому что им всегда нужно гораздо больше. Правительственные счетоводы подстать правительственным мечтателем. У нас теперь есть целый вице-премьер по Дальнему Востоку Юрий Трутнев. И вот этот чудак публично обсудил с Путиным идею бесплатного выделения земли каждому жителю Дальнего Востока. Мол, забирайте по гектару, все равно пропадает, никому не нужно. При этом в руках у вице-премьера не было никаких подсчетов, никаких проектов, никаких прогнозов. Одна болтовня. Все это вываливают на публику, которая прикидывает. Ну, поеду я на Дальний Восток. Дадут мне землю за сопками, и что я буду там делать? Где жить? Чем обрабатывать? Кому сбывать продукцию, если она по чечайне появится? Ответов нет и не может быть. Среди правительственных прожекторов их просто не может существовать. И тут же чертиком выскакивает глава Магаданской области Владимир Печин, который обещает бесплатную землю в Магаданской области сразу по 5 гектаров. Ну, там 1 гектар, здесь 5 гектаров. Путин уже показал свою осведомленность в вопросе, вспомнил о переселенческих программах в Российской империи, с помощью которых заселяли Сибирь. Но как-то забыл, что в ту пору земля была главным средством производства, и чтобы ее обрабатывать, нужна прорва народу. Теперь же нет такого народа, которому нужна только земля да сахар. Теперь для обустройства фермерского хозяйства нужны значительные инвестиции и техника. Поэтому раздача земли это просто пиар. Или публично высказанная глупость. Они, эти глупцы, всегда очень откровенные. Но за этой глупостью стоит еще и прагматический расчет, воровской расчет. Они хотят раздать более 600 миллионов гектаров. По гектару нарыла, прикинем, что у нас тогда, 600 миллионов человек переселится? Ну пусть хорошо, хотя бы 100 миллионов человек. Откуда? Откуда их взять в России? В России столько переселенцев не наберешь. Тогда только из Китая. Благо Китай рядом. Значит, речь идет о китаизации Дальнего Востока, причем тотальной. Напомним, что в июне 2014 года Госдума принят и подписан президентом закон о бесплатном выделении земли всем желающим гражданам в любом свободном месте. Сначала на 5 лет, а после освоения навсегда. Кто же воспользуется этим замечательным правом? Побегут радостные граждане ковырять лопатами неудобья, попрутся на своих двоих на удаленные от трасс и железных дорог территории и будут там ночевать на земле, пока все ее не вспашут, не засеют, не свезут урожай на ближайший рынок на внезапно подвернувшихся подводах, где их уже ждут, не дождутся потребители. Ерунда, такого быть не может. Горячечный бред всех этих выдумок прямо характеризует уровень профессионализма стоящей у власти группировки. Мы видим во власти русофобов, тупиц, воров, тряпичных кукол, наглых идиотов. Характеристики можно продолжать. И прогноз от такой картины один. Тягчайший кризис будет нашим уделом. Пока мы не выметим этих людей из власти поганой метлой всех до одного. И пока власть не станет в полной мере русской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова